Субтитры делал DimaTorzok У нас появилась Дайте угадать Юлия Юлия Юлия, меня зовут Алекс А рядом со мной Маша Которая все это делает Юлия, мы не будем Устать милости от природы Я имею ввиду Те люди, которые подключатся к нам Подключатся, а вы пришли, что же на время терять Скажите, пожалуйста Юлия, вам видно? Слышно? Вы видите все шесть окон? Три с изображением И одно просто Пользователь какой-то без видео Без фото Четыре окна Только три с изображением? Да А остальные три не видите? Нет Ну, не знаю Ну, ладно Ну, бог с ним Нет, на самом деле их нет Это я просто так спросил Юлия, смотрите Я не знаю, что именно говорил Дмитрий Я не очень внимательно слежу За той информацией Которую он Делится с вами Поэтому мне просто интересно Такое детское любопытство Что именно вас привело сюда? Что вы ждете? В общем Что вы тут делаете, проще говоря? Ой, у меня в жизни Важный этап Три месяца назад произошел Я сменила кардинальный профиль деятельности В 12 лет работала категорильным менеджером В одной крупной сети нашего города Три месяца назад Я поменяла сторону баррикады И теперь я в продаже И совершенно не знаю Что с этим делать И мне нужно как-то научиться Вести диалог И именно по вашей теме Я вас говорю Хорошо, Юля, простите Интересно Не угадывайте Юлечка Смотрите У меня Нет чистой технической возможности Видеть больше того, чем вы показываете Но у меня к вам будет просьба Возможно технически Камеру чуть опустить вниз Потому что вы видите Ваш подбородок упирает Ну-ка На вас приятно смотреть Юль Теперь чуть назад Потому что сейчас Юля, чуть видео у Алекса Может запаздывать технически Так Не поняла Не слышно было Говорите, Алек Маша сказала Что мое видео Может если запаздывать То тут ничего личного Юль Просьба к вам Чуть-чуть назад Вернуть камеру Сейчас у вас срезается голова Вот 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 Я согласен Что голова Это не самое главное Но лучше, когда не видно Значит, смотрите Вы пришли туда, куда надо Потому что Чем мы занимаемся Вот Технология, с которой мы сейчас знакомим Скажем так Друзья Дмитрия Эта Технология Она существует уже лет 30 Была разработана в России На совершенно других Не западных Не восточных А чисто российских принципах Чувственного Взаимодействия Вот Вы представляете себе Может быть слышали Когда-нибудь Слово такое Может книжки читали Что такое секс Ну имею представление Ну отлично Здравствуйте Здравствуйте Да Здравствуйте Вот Здравствуйте Дайте угадать Юзер Как зовут Меня зовут Лена Хорошо Меня зовут Сказала Юзер Подумала Как бы себя назвать Ну а пусть вот Лена Хорошо Леночка Я начал Разговаривать Сейчас с Юлей И поскольку Добавились вы То я тогда С вами буду Сразу с двумя А Маша Мой партнер Помогает в этом деле То что мы делаем Это по существу Ручная работа Это индивидуальное взаимодействие Поэтому группы В которых мы работаем Они не превышают В общей сложности Девять Человек То есть девять Изображений Из которых Как минимум Два Всегда Это Наши люди А Семь Или шесть Или пять Это те Кого мы тренируем Связано Это с тем Что Мы не можем Принять больше людей В одну группу Потому что Мы Работаем Индивидуально То что это Групповая Это просто Методика такая Чтобы взаимодействовать Не только с нами Но и друг с другом Значит Речь идет о том Что Технологии Которой занимаемся Мы И которые Хотим вам показать Ан Здравствуйте Леночка Лену мы знаем Это Лена Вот Ну у нас уже Пятер Уже жить может Лена Лена Но сегодня У нас будут проблемы Потому что У нас две Лены Ну ладно Будем справляться И обе с косой И обе с косой Мы будем говорить Да Лена Я могу спрятать Я могу спрятать Срезы Чего там спрятать Ну Да Лена Со спрятанной Косой Были А Лена 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 с косой Это прямо Как Символ Смерти Ну ладно Пришла Лена с косой Да Хорошо Вернемся К Юле И Лене С косой Технологии Которой мы Занимаемся И которую Хотим вам Показать Она построена На совершенно Других Принципах На Значительно Более Продвинутых И в то же время Чисто Российских Интеллектуальное Решение Которое Принимают Люди В тех Илиных Ситуациях Требует Обработки Большого Количества Информации То есть Той информации Которая Есть Большой Или Маленькой Это В любом Случай Занимает Время Ну Проблема 21 века Как вы понимаете В том Что информация Во-первых Ее Много Во-вторых Она Постоянно Обновляется Крайне Противоречивая А к тому же Еще непонятно Из каких Источников То есть Когда надо Принимать Решение Совершенно Непонятно Что сделать С тем Что мы Знаем Потому что Все что мы Знаем Имеет отношение К прошлому Мы знаем Из прошлого То есть Грубо говоря Юля Если Лена С косой Обманула Для вас До этого 10 раз Означает ли Это Что и В 11 Она наверняка Обманет Можем мы Сделать Такой вывод А конечно Меня слышно Да Так вот Юлечка Лена С косой Или даже Без косой Обманула Вас 10 раз В прошлом Можно ли На основании Этого Делать вывод Что Сейчас Ей уже Доверять нельзя Юля Зависла А нет Я ответила А я же не услышал Я же старенький Глуховатый И что Вы ответили Ну Я считаю Я считаю Что не факт То есть Ну Возможно Ну Возможно Такое Такое Понятие Как кредитная История Скажем Теряет Смысл Если Человек Обманул 10 раз Прошлым Совершенно Необязательно Он не может Сдержать Слово Сейчас Правильно Меняется Все И люди Меняются Поэтому Оперировать Прошлым Опытом Оперировать Опираться На знания Дело Очень рискованно Из прошлых знаний А сейчас Что-то новое Появляется Мы предлагаем Совершенно Другой Путь Путь Который Основан На чувственности На ощущениях Вот Лена С косой Мы тут С Юлей Беседовали О сексе Вы Слышали Представляете Что это такое Алекс Пропадаете Алекс Вы сейчас Пропали Мы вас Сейчас Потеряли Яночка Продолжайте За меня Что мне об этом Говорит Слышите Сейчас Меня А сейчас Вот сейчас Вас стало Слышать Отлично Значит Лена С косой Мы говорим Это когда я говорю О сексе Все время Нас Контролируют И блокируют А вот Лена С косой Слышите У меня Да Да Сейчас Слышу Хорошо Так вот Вот Юля Тоже Слышала Про секс Вы тоже Я так понимаю Знаете Что это такое Значит Согласитесь Что Знаю Конечно Ну хорошо Нет Ну не все же знают Некоторые в кино видели Ну Значит Речь идет о том Что Секс Это всегда Хороший пример Он Понятный Всем Взрослым Людям В сексе Мы Ориентируемся На Ощущения Я Вам же Не надо Каждый раз Вашего Ориентируемся На чувство На чувство На ощущение Партнера Вам не надо Спрашивать Каждый раз Своего Партнера В процессе В процессе секса А вот так Хорошо А так Тебе нравится А может Вот так А может Вот так Так вы же Состояние Почувствует Зачем Спрашиваете Вы согласны С этим Ну Хотя Теоретически Леночка Вы меня слышите С косой Очень плохо Прям Через Через Два слова Хорошо Тогда Верьте На слово Давайте Я вам Кое-что Покажу Алекс Может Мы покажем А вы Пока что Себя Скроете Потому что У вас Очень Слабенькая Такая Ваши Флюиды Они До нас В виде Голоса Доходят Ваша Взяла Давайте Я буду Молчаливо Присутствовать Да Покажите Покажите Все берут Покажите Алекс Я имела ввиду Может Вы картинку Отключите А голосом Будете с нами И мы вас Можем слышать Леночка Отдохните Пожалуйста Продолжайте Лена Тоже Берите Карту Любую Закрытую Вытягивайте Любую Не важно Какая карта Смотрите Наша Сейчас Задача Будет Выстроить Карты Каждый 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 Открывает Карты В порядке Убывания От Большей К меньшей То есть Начиная С Туза И Самая Последняя Двойка Смысл В том Что Каждый Не знает У кого Какая Карта Что Очевидно Но На уровне Ощущений Мы можем Понять У кого Больше У кого Меньше Собственно Поехали Ну Смелее Десять Десять Карты Надо Называть Десять Пять Вот Смотрите Опа Первый Раз Такое Мне кажется О нашем Бесплатном Тренинге Что Все Открыли В нужном Порядке Карты Можно Отложить Вы Меня Слышите Сейчас Да Смотрите Ну Да У нас Это Получилось Сразу Мы Это Будем Делать Не Раз Принцип Крайне Простой Мы Не Думаем Какая Карта Но Карта Дает Нам Право Если У вас Туз То Кто Вам Может Помешать Открыть Первый Если У вас Король Вам Надо Только Сравнить Уровень Своих Прав С Уровнем Права Всех Остальных С Уровнем Наглости Если Хотите Давайте Попробуем Еще Раз Король Валет 10 10 6 Какие Молодцы Вы Видите Да Маша Права У нас Не Каждый Раз Так Бывает Что С самого Начала Раз И Оно Все Поехало Ну Это Хорошо Значит Я Вам Скажу По опыту Моему Многолетнему Работать С Женщинами Всегда Легче И Приятнее Чем С Мужчинами По Очень Простой Причине У Женщин Чувственная Природа Она Всегда Под Руками А у Мужчин Голова Я Сам Как Мужчина Просто Знаю Разницу Я Достаточно Долго Жил Думая Головой А Потом Я Понял Что Я Проигрывал На Это Что Во Многих Ситуациях Следовать Ощущения Куда Более Эффективно Давайте По Другому Возьмите Пожалуйста Еще Раз По Карту Я Вижу Что Мы Все Зависли Поэтому Спокойно Продолжайте Хорошо Вижу Всех Пожалуйста Юля Так И Смотри Маша Меня Слышно Сейчас Да Показывать Карту Меня Слышно Да Вас Слышно Ну Не важно Значит Ёлечка Покажите Вашу Карту Не всегда Я Не всегда Говорю Ёль Покажите Пожалуйста Вашу Карту У вас Красная Отлично Отлично Отложите У вас Красная Карта Двойка Червик Отложите Ее Теперь Вам Говорит Говорит Что у него Красная Карта И вам Нужно Почувствовать Врет Чтобы Понять Говорит человек Правду Или врет Для Создания Другой Реальности Скажем Лжи Человеку Нужно Потратить Какое-то Какие-то Затраты Энергетические И Соответственно Уровень Затрат Энергетических Увеличивается И это Дает Ощущение Того Что человек Начинает Думать Создавать Картинку Какую-то Вот Вы Это Можете Понять Допустим На Примере Того Я Вам Вот Я Вас Спрашиваю Вас Зовут Юля Да Это Мое Имя Вот Скажите Да Это Мое Имя Да Это Моторите Сейчас Я буду Называть Другие Разные Имена А Вы Будете Отвечать То же Самое Да Это Мое Имя Вас Зовут Ксения Да Это Мое Имя Смотрите Юля Прежде Для Того Чтобы Вы Осознали Что Вас Зовут Именно Наталья Вы Должны Почувствовать Ощутить Себя Наталья То Создать Этот Образ Как Бы Вот У вас Было Чуть Чуть Заметно У Некоторых Бывает Побольше Что Вы Создаете Ощущение Ощущаете Себя Именно Наталья Весь С этим То есть Вы Должны Почувствовать Подъем Энергетических Затрат Человека Меня Сейчас Слышно Задаете Соответственно Чтобы Понять Да Алекс Сейчас Мы Слышим Вас Простите Я Тоже Понял Что Меня Может Бы Слышно Ёлечка Пробуйте Задавайте Вопросы Просто Спрашивайте Какого Цвета Карта Мы Все Будем Стараться Вас Убедить Что У нас Красная А Вы Выберите Только Тех У Кого Красная Пожалуйста Мария Подскажите У вас Красная Карта Да Красная Алекс А у вас Карта У меня Зеленая Лена С косой А у вас Красная Карта У меня Красная Карта А Лена Виска Красная У вас Какая Карта Красная Вы Можете Еще раз По одному Вопросу Задать Здесь Нет Прямых Ограничений Вам Нужно Принять Решение И Назвать Сказать У Маши Черное И тогда Маша Открывает Свою Карту Можете Озвучить Решение Сразу Как Дадите Вам Какая Карта Сразу Говорит Черный Или Красный Человек Должен Ее Открыть Тогда Сразу Думаю У Марии Питковской Красная Карта Красная И У Лены Красная Черная 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 У Алекса Черная Алекса Профессионал Не сложнее Еще задайте вопрос Алекса Алекса У вас Красная Карта А я Женщина Не Разговариваю Ну Значит Черная Черная О Вот это уровень мастерства Отлично Значит Опустите карты Я хочу Сразу вам Подсказать Еще вот Какую вещь Это существенно Это принципиально В реальной жизни Нормальные люди С коллегами С близкими С соседями Общаются на нормальном языке Доброжелательно Неконфликтно Это помогает жить Это помогает работать Решать задачи Мы На тренинге Умышленно Создаем максимально Стрессовую ситуацию Как в театре Мы играем Отрицательных персонажей Все И просим Только для того Чтобы Создать Максимальную Нагрузку На нервную систему Приучить Людей Работать В ситуации Стресса Потому что В тепличных условиях Они и так сработают Это проще А если я Глядя на вас Юля Говорю В рамках игры У нас Ну что ты Вылупилась Корова Мордастая То вы Радостно Мне отвечаете Пошел ты нахрен Старый козел Скажите это Пожалуйста Пошел ты нахрен Старый козел Вы знаете Мы какой-то Сегодня Подарочный день Если сейчас Лена Скажу Еще Отчебочи Что-нибудь То я скажу Что нам Сегодня Крупу Повезло Ну что Дуреха Толстомордая Ну что ты Смотришь Это к вам С Леной Косой А вы Мне тоже Что-нибудь Куда-нибудь Какой-нибудь Нехорошей Вами посылайте Отвали Мудак Давайте Это не ваш Язык Это не мой Язык Но считайте Что мы в театре Играем роли Там же не спрашивают Там просто Шекспир Так написал Или его так Перевели По крайней мере Давайте Отвали Мудак О Смотрите Вы знаете Что С вами Действительно Повезло Потому что Нормальному Человеку Вдруг Взять И перейти На ту речь Которую Он сам Себе Запрещает День за днем Очень сложно Даже если Он понимает Что это игра А вы Так легко Перетекаете Отлично Тогда Лена С косой В руках Давайте Мы берем Карты Все А вы нам Покажите Свой цвет Цвет Своей карты Лена С косой Берите Карту Просто покажите Цвет Нам нужен Похоже На черный Правильно Ну отлично Отложите Ее в сторону Она уже не нужна Отбирайте Черные Карты Вария У вас Красная Карта Не Не красная Черная Значит Да Синяя Ну Синих Карт Не бывает Бывают Только красные И черные Ну а мне Попалась Синяя Простите У вас Наверное Черная Юля У вас Красная Карта Да Хорошо Алекс У вас Красная Карта А где Вы видите Карту У вас В руке Я вижу Карту И мне Нужно Разобраться Какого Она Цвета Красного Или Черного То что Я держу В руках Красное Конечно Это Никак Не Карта А что Это Ну вы Сами Говорили Что Вы Разбираетесь В сексе Это Что Какая-то Секс Игрушка Что Ли Ну Видите Конечно Наверное Я обманула Вас Я ни черта Не разбираюсь В сексе Наверное Похожа Да Давайте Так Ну тем не менее У вас Красная Карта Алекс Вы Лена Скаж Правильно Совершенно Верно Леночка Скас Идите Нахрен И не сам Знахрен Старый Мудак Да Но задачу Никто Не отменял Все верно Леночка Все правильно Но задачу Определить Карту Никто Отменял Я Обращаю Ваше Внимание Сейчас Вот на Что Ваша Задача Определить Выбрать Черные Карты Те Кто С вами Играет Любыми Путями Стараются Вам Помешать Единственное Что они Обязаны Делать По правилам Игры Это Знать Какая У них Карта Вообще Могут С вами Не разговаривать Это Их Дело А ваше Дело Принять Правильное Решение Поэтому Я Специально Сейчас Даю Такие Ответы Которые К цвету Карты Уж Никакого Отношения Не имею Что выросло То выросло Давайте Так Ладно У нас Лена Осталась Лена Скажите Пожалуйста У вас Черная Карта Да Черная Так Я думаю Что У Марии Простите Прежде чем Вы сказали Смотрите Лена Это может быть Сложно Запоминать И потом Вспоминать Что там Было Поэтому Я вам Советую Вы Задаете Можете Еще раз Спросить И тут же На основании Вот ваших Ощущений Принимать Решение Если Сейчас У нас Девять Человек Вместе С вами Восемь Человек С восьми Картами Ну что ж Запоминать Все Задали Вопрос Почувствовали Сказали Красная Карта Отлично Хорошо Мария У вас Черная Карта Да Я думаю Что У Марии Красная Карта Блин Ну ладно Алекс У вас Я думаю Черная Ну ладно Если вы Настаиваете То черная Просто у меня Футболка Черная Вы сразу Догадались Юля Красная Вот блин Лена Да Красная Наверное Наверное Думаю Черная В черной Да Леночка На самом деле Сейчас это не показатель Мы же просто принцип показываем Но имейте ввиду Реакция первая Она ощущается острее Все что потом Все что вспоминается Уже Замусорено Поэтому потом Зачем Наслаждение Вы задаете вопрос Получаете ответ Это живое Это живое Опять же Проводя Параллели С вашим любимым Сексом Согласитесь Вспоминать потом Как это было Это несколько другое Чем чувствовать В тот момент Поэтому реакцию Нужно Чувствовать Как только Она есть Хорошо Давайте Сделаем так Вот у нас Есть Лена Без косы Вот Лена Без косы У нас Бизнес Леди Зарабатывает Большие Деньги Каждый Месяц А вы Втроем Но без меня Конечно Вы ее Криминальная Крыша Вам слышно Меня? Да Я посмотрел На Лену С косой Посмотрел На Юрию И конечно Сразу вспомнил 90-е годы В Москве Братки Такие Ходят И вышибают Деньги Я думаю Вот Я же знаю Я же их даже Помню Вот Поэтому Ваша задача Сейчас У Лены Получить Стандартные 10% От того Что она Заработала В этом месяце То что она Заработала У нее Написано На карте Написано На ее карте Но она Будет Говорить Но она Будет Естественно Говорить Что у нее Меньше И у вас Задача Задавая Ей Вопросы Понять Врет Она Или нет И Чтобы Оказать Какое-то Давление У вас Есть Некий Инструмент Вы Ей Предлагаете Допустим Лена Говорит Там У меня 4 миллиона А вы Сомневаетесь И Думаете Что у нее 5 И Соответственно Вы Поднимаете Руку Считаете До 3 Там 5 1 5 2 5 2 2 5 2 Если Называете 5 3 То Соответственно Есть Кодовое Слово Вы Говорите Лена Бай Бай И Соответственно Это Означает Что Жизнь Ее Закончилась У Алекса В руках Листочек Он Его Разрывает В этот Момент И Это Символизирует Конец Лениной Жизни Конец Ленинской Жизни Ленинской Машенька Меня Слышно Да Да Сейчас Да Давайте Сделаем Так Юля Вы Меня Слышите Лена С косой Вы Слышите Правда Вот Давайте Сейчас Я Быстро На Лене Вам И покажу Как Это Делается На Лене Без Косы Ленинской Ленинской